привет сегодня мы порисуем вот такую интересную очень композицию которая состоит из пяти предметов которые находятся в полете так сказать подкрепленные брызгами воды здесь есть различные материальности как металл текстура какого-то пластика фактура глянцевая черешенок глянцевая фактура конфетки и конечно же интересная фактура тюльпана композиция достаточно сложная мы ее немножко с вами упростим и этот урок будет разделен на две части первой части мы будем рисовать эскиз во второй части мы конечно же будем рисовать акварелью непосредственно уже саму эту композицию у меня для референса есть вот такой вот коллаж здесь фотографии предметов они находятся в статичном положении мы из них сейчас составим вот такую композицию прорисуем какие-то детальки что-то может быть изменим да что-то добавим изменим какие-то направления движения чтобы наша композиция была очень интересная то есть это такой необычный формат для меня когда я все предметы рисую в какой-то динамике где они пересекаются друг на друга потому что когда рисую какую-то стоковую иллюстрацию я стараюсь чтобы предметы не накладывались друг на друга чтобы потом при обработке иллюстрации было удобнее чтобы потом уже фотошопе сделать композицию и загрузить на стоки для продажи сейчас же я хочу сделать такую вот подарочную работу чтобы она красиво смотрелось возможно на стенке чтобы можно было поставить в рамочку подарить кому-нибудь поэтому такая вот динамичная композиция также я захотела выбрать на этот урок композицию очень яркую сочную насыщенную потому что сейчас такое время года когда на улице все начинает цвести тюльпаны как раз таки сейчас цветут помада это такой атрибут для девушек очень сочный при этом все знают фактуру да которая есть в одной помаде здесь встречается и пластиковый корпус и металлический корпус хотя это тоже бы может быть пластик такой очень блестящий и такая вот консистенция помады которая очень хрупкая да она имеет какую-то определенную форму она имеет блеск но если надавить или разрезать эта форма сразу испортится мне кажется сочетание этих фактур невероятно интересное также я добавила в эту композицию брызги для того чтобы подчеркнуть сочность до подчеркнуть сочность цвета подчеркнуть свежесть этой иллюстрации и так первая наша часть мы должны нарисовать эскиз что нам сегодня понадобится нам понадобится два вида карандаша у меня острозаточный карандаш hb и острозаточный карандаш 3h почему два вида одним мы будем рисовать эскиз а вторым будем этот эскиз переносить на хорошую хлопковую бумагу конечно нам понадобится краски у меня вот такой набор от пинокса 1 пигментная краска под названием экстра также у меня бумага фабриана 300 грамм такое не не мелкое зерно но и не самое крупное то есть среднее зерно и понадобится какая-нибудь бумага для эскизов у меня от фирмы тоже фабриана такая очень приятная по своей текстуре бумага для скетчинга обратите внимание у меня формат а3 что бумага для скетчинга что уже нарисованная композиция то есть мы будем рисовать достаточно крупно для того чтобы нам проработать какие-то самые мелкие детали какие-то блики которые будут показывать нашу материальность поэтому нужно взять покрупнее формат а4 не подойдет формат опять тем более не подойдет нужно что-то крупнее а4 то есть можно чуть-чуть да у меня здесь не совсем а3 у меня обрезанный такой кусок оборванный даже у меня был огромный лист фабриана я его разделила на 4 части и получился вот такой маленький листочек итак давайте с вами приступим первой части к эскизу итак у нас есть пять объектов которые нам нужно каким-то образом расположить интересно и красиво в листе а здесь у нас будет определенное движение определенная динамика я уберу сейчас в сторону этот коллажек он у вас есть под этим видео вы можете его себе скачать и на каком-то другом устройстве или распечатать или открыть на каком-то другом устройстве чтобы у вас перед глазами был постоянно какой-то референс также там будет работа на который тоже вы можете ориентироваться нужно создать динамичную композицию у нас будет самое большое движение по вектору до на право и поперек него будет движение нашей помады такая большая конструкция это основной элемент нашей композиции которые самые материальные самые блестящие самые сочные по сути уже все остальные объекты это как дополнение что нам нужно сделать нам нужно сначала нарис найти какие-то большие массы то есть нам нужно найти масса тюльпанчика его основного масса помады масса колпачка и уже наших трех элементов трех вишенок и конфетки центральную вишенку мы рисовать не будем итак я нахожу примерно легкими движениями массу тюльпанчика может быть такой вытянутый овал и примерно нахожу движение сейчас я рисую достаточно легко чтобы потом у меня был запас по тону карандаша чтобы я уже сильным нажатием добавляла какие-то детали потом я располагаю ищу вектор движения помады сейчас я буду сразу наверное искать ее массу да то есть здесь снят колпачок но если бы продолжили да была бы такая масса прямоугольника которую нам как раз нужно найти как он примерно располагается можно увеличить что-то продлить где-то мы будем что-то менять то есть у нас сейчас такие поисковые линии чтобы разобраться построение этого предмета на каждом этапе мы будем обращаться к объему к движению и к силуэту обязательно чтобы наша композиция была интересная и убедительная примерно нашли движение давайте найдем может здесь какая-то масса у нас конфетки будет она каким-то образом тут летает будем корректировать на каждом этапе конечно же форму так с этой стороны у нас где-то здесь пойдет колпачок как его расположить ну так чтобы он примерно у нас был по одной линии движения подчеркнуть эту линию движения примерно находим массу потом уже будем смотреть именно правильность построения с точки зрения какой-то перспективы рисуем мы на просвет обязательно может даже побольше и у нас движение наших глаз должно всегда бегать от каждого объекта чтобы понимать насколько правильно мы в принципе изображаем наши объекты как правильно ли мы изображаем массу может быть где-то этой массы не хватает потом ищем у нас здесь будет тоже какой-то вектор движение от наших вишенок масса этих вишенок да они добавляют нам сочности нам надо их расположить поближе к помаде к красящей части и давайте для композиции здесь третью изобразим надо будет как-то загнуть ей хвостик чтобы он вписывался наш композицию у меня сейчас композиция съехала в листе в сторону и потом конечно же я ее при переносе на хлопковую бумагу я ее подвину по центру ну что это не очень правильно с точки зрения можно было бы сейчас все потереть и все подвинуть но в принципе сама композиция мне нравится по своему движению можно уже прорабатывать какие-то детали потом уже просто перенести в нужном расположении на хлопковую бумагу что сейчас можно сделать сейчас можно этот рисунок облегчить немножко клячкой и начать простраивать до чтобы не было никакой грязи пользуюсь референсом начну простраивать какие-то детали то есть я могу расположить в том же направлении и буду уже более детально прорисовывать здесь тоже какие-то есть поисковые линии да у нас строится цилиндр помадки по овалам не забывайте это можно центральную линию провести нашей помады и смотрим насколько у нас одна сторона помады будет раскрыта больше насколько меньше простроим сначала опять-таки большую массу вот эту вот коробочку посмотрим высоту вот этой части сразу вместе длину саму потом мы дорисуем здесь что мне не нравится что у меня уехала немножечко в левую сторону надо сделать либо пошире вот эту округлую часть либо просто подвинуть ее также смотрим по высоте хватает ли нам ее у какая она узкая или нет может быть добавить пока остановимся на это найдем массу нашей помады смотрите да чтобы она у нас была по одному движению то есть все вот эти линии наши были параллельны нашей центральной линии иначе у нас конструкция сломается и потом какую фактуру бы мы сверху не рисовали толку от этого будет 0 в оригинале вы можете нарисовать помаду такая как есть на фотореференсе а я захотела немножечко изменить форму и сделать ее более такой заостренный мне кажется не хватает высоты немножечко подниму повыше вот эту вот пластиковую блестящую металлическую часть так наметим здесь вот этот переход лесенкой да две части там есть две платформочки которые нужно показать одна находится у основании цилиндра и вторая между переходами по следующим этапом я еще раз облегчу этот рисунок и пройду по силуэту мне важно чтобы у меня были вот с этой стороны одинаковые зазоры до чтобы у меня с этой стороны одинаково было все я по силуэту все пройду все скорректирую чтобы конструкция была точна чем точнее вы сейчас нарисуете рисунок и и на тем убедительнее он будет в акварели найдем центральную линию нашего лепесточка за счет чего мы легонечко сразу покажем какой-то объем сразу смотрим какой-то силуэт как здесь у нас переходит если у нас здесь какая-то история ствол ствол на просвет мы рисуем чтобы у нас он не поломался каким-то образом чтобы сохранялась эта динамика нашего движения и также чтобы ствол был у нас ровный на протяжении да чтобы не было никаких дребезжаний чтобы он где-то не проваливался где-то стоялся шире где-то уже нам нужно чтобы он был очень корректно нарисован в этом плане рисуем центральный листик смотрим как там задние лепесточки идут неудобно когда у меня под рукой сейчас я переложу свой планшет здесь нам в рисовании надо показать что это все-таки у нас форма вращения да что у нас есть какой-то объем строится у нас от цветочек по принципу конус не конуса цилиндра да то есть это в принципе такая цилиндрическая форма больше даже похоже на чашечку без ручки такой знаете бокальчик на ножке вот таким вот образом в котором мы ищем уже где у нас тут выходят лепестки как они здесь себя ведут ну и в принципе нам этого достаточно потом уже будем искать внутри какие-то объемы какие-то выпуклости какие-то провалы с этой стороны у нас конфетка летающая сможем ее сразу наметить по высоте то есть это такой приплющенный у нас объект простраиваем овальчик есть толщина можно на просвет нижний овал простроить потом мы уже на эту форму будем нанизывать вот эти вот движения линий которые есть внутри как фактура да и за счет глянцевости конечно же покажем тоже нашу фактуру вот эта линия переходная она может не такая быть потому что сам объект он приплющен очень плавно потому что вот эти вот углы они очень мягенькие а когда уголочки у нас мягенькие в какой-то форме переходной да то есть была бы у нас переходная форма прямоугольная то вот эта вот граница она была бы очень яркая насыщенная а из-за того что уголочек у нас смягченный то есть эта карамелька она такая вся обтекаемая то эта граница нужна нам только для понимания что там все-таки есть преломление формы да из одной в другую но ярко показывать мы конечно же этого не будем нам нужно колпачок еще найти да ну вот наше расположение какая здесь задача здесь важно чтобы он был в перспективе правильно нарисован и чтобы он соответствовал по длине да вот здесь я не дрессовала до конца этой части помады и этой части помады чтобы высоты вот этой вот вместе с блестящей штукой здесь в референсе обрезана но здесь в конце такая же металлическая вставка как у этой части помады если нарисовать на просвет да там было бы где-то пересечения эти точечки должны совпадать итак давайте проверим можно приложить карандаш ну вот немножечко длины не хватает но из-за того что у нас эта крышечка в перспективе то есть на так развернута то вот эта длина она может сокращаться немножечко поэтому очень длинную тоже рисовать не стоит пока на просвет потом можно можно сейчас конечно очень легко подтереть те линии которые у нас будут позади которые не видны до что потом при переносе конечно же не ошибиться давайте закончим каким-то образом наш тюльпан и я люблю когда такие мясистые стволы были закончены каким-то очень аккуратным срезом то есть здесь должно быть какое-то конкретное окончание нашего ствола вернемся к нашим черешникам и давайте найдем сначала форму где сверху у нас есть такая площадка и к ней сужается это вся форма место откуда растет наш черенок и очень изящно вырисовываем смотрите чтобы здесь было интересно это же движение чтобы черенок по всей своей длине был ровненьким не дребезжащим чтобы форма была интересная и оканчивается этот черенок соединением нескольких до черенков там будет такая сухая история откуда еще может расти листик но листики мы все не будем рисовать потому что основной цвет красный смотрим силуэт там есть небольшое углубление можно сразу наметить все что мы видим фотореференсы можно отметить зону референс рефлекса можно это оставить потом уже на хлопковой бумаге мы это делаем и так кстати здесь у помады уголочки они немножечко скошены здесь нету острого угла и мы не будем его рисовать вся наша композиция такая обтекаемая но при этом динамичная потому что помада она за счет своего вот этого острого кончика такого острого но все равно обтекаемого она задает весь тон нашей иллюстрации и осталось у нас наметить еще две вишенки рядышком две массы старайтесь чтобы вот эти вот четыре массы они были примерно одинакового размера вот я думаю что можно будет еще побольше сделать сейчас я намечу соседнюю и скорректирую рядом черешинку сразу ищем движение наших череночков место крепления обязательно и ищем сразу на просвет второй наш череночек чтобы сами по себе две черешинки наши выглядели эффектно тоже каждый объект он должен взаимодействовать друг с другом и при этом со всей композиции поэтому обязательно смотрим масс чтобы были похожи до чтобы динамика движения сразу можно наметить какое-то движение наших брызгов такой очень свободной линии при этом еще какие-то маленькие овальчики окружности разлетающихся брызг на курсе по фактурам я обязательно расскажу как рисовать брызги чтобы это было эффектно чтобы это было правильно но сейчас можно тоже какое-то движение сразу найти которое объединяло бы всю нашу иллюстрацию это как связующая часть также надо дорисовать нижнюю часть помады тоже скругленные углы здесь где-то можно еще вниз туда пустить тоже какие-то брызги старайтесь чтобы вот эти вот поисковые линии брызгов они были такие очень живые пластичные чтобы линия была сама очень красивая чтобы было какое-то общее движение если у нас общее движение тоже по такой дуге то если вы нарисуете брызги где-то с этой стороны да то они должны быть все равно подчинены этому общему движению куда у нас летит все давайте еще наметим какие-то области бликов у черешенок какие-то области тени облить области рефлекса можно тоже наметить корректируем наш черенок убираем лишние линии которые мы рисовали на просвет тут есть на помаде знак шанель по идее можно его конечно рисовать но я не буду брендировать свою иллюстрацию если вы хотите вы можете это сделать но я этого показывать не буду и так что мы теперь смотрим мы теперь проходим по силуэту и проверяем чтобы у нас везде было красиво все убедительно нарисовано я по тону сейчас не буду разбирать потому что мне важно только чтобы мне рисунок был чтобы у меня конструкция каждого предмета была нарисована правильно дорисовываю что-то доделываю добавляю где-то недостающие элементы и по силуэту обязательно прохожу и все проверяю можно наметить эти полосочки у конфетки они закручиваются по спирали поэтому имеют такую интересную форму так силуэт проверяю у всех объектов обращайте внимание на моменты стыковок двух предметов чтобы не входили не в какие-то линии пересечения то есть если бы мы сюда завели до наш ствол то получилось здесь бы такая крест нам этого не надо то есть чтобы вот в угол допустим помады суда не не входило чтобы здесь было вот именно с точки зрения силуэта такая история красивая чтобы не было входящих каких-то линий которые образуют у нас кресты смотрим обязательно что да это интересно все было я обязательно буду обращать внимание на силуэты на то как вы четко и красиво нарисовали сами объекты с точки зрения рисунка да то есть это очень важно можно сразу еще сейчас посмотреть как здесь идут вот эти блики где у нас есть темные места где у нас есть светлые места как здесь у нас располагаются тоже как здесь где у нас есть места бликов где потемнее эти грани они будут достаточно темные придумать какую-то интересную историю с бликом внутри корпуса нашей помадки в колпачке тоже можно что-то интересное какую-то динамику найти и обязательно все проверяем проходим несколько раз по силуэту по форме к по конструкции чтобы все это было понятно что все у нас было объемно ищем с помощью овалов возможно да какой-то объем по форме проводим линии то есть обязательно все смотрим да как у нас все это пара рисовано и после этого мы переносим через световой стол планшет или окно наш эскиз на хлопковую бумагу и уже приступаем ко второму этапу нашего урока мы будем рисовать это все акварельными красками сейчас я за кадром перенесу это на акварельную бумагу и уже приступим к нашей композиции в акварели и так что нам потребуется для второй части нашего урока конечно же водичка чем больше у вас стакан тем лучше меньше придется ходить менять воду акварельные краски у меня представлено много фирм начиная от невской палитры и заканчивая пиноксом и различные иностранные фирмы сейчас я для урока буду использовать такую насыщенную пигментом акварель от пинокса у меня здесь много пигментная и однопигментная с названием экстра в основном я буду использовать цвета даже отсюда я вам про каждый цвет который буду использовать буду рассказывать обязательно говорить название но в основном сейчас вначале скажу тоже что нам потребуется пирол красный нам потребуется индотреновая синяя или возможно индиго если у вас нету нам потребуется железная оксидно-красная или красно-коричневая перелен цвет такой очень бордовый интересный если у вас есть просто бордовый замечательно нам потребуется какая-то розовая какие-то фиолетовые хинокридоны и возможно сажа газовая для утемнения нашего индиго для того чтобы нарисовать корпус помады это что у нас касается красок я подвину чтобы не мешало мне здесь ничего по кистям кисти потребуются разные но в основном это какие-то круглые кисти да и вот такая вот кисточка я называю стирательная резинка с очень упругим скошенным ворсом чтобы поднимать краску эта серия креатив от пинокса плюс у меня есть вот две фирмы малевич и пинокс пинокс это сериа оророса у меня двоечка и четверочка это такие вот круглые кисти которые очень хорошо держат кончик и также малевич колонок микс это такая имитация может быть даже белки она очень хорошо держит воду и очень мягенькая но при этом имеет очень острый кончик и очень удобно ей рисовать что еще потребуется наверное нам потребуется клячка чтобы облегчить наш рисунок который уже переведенный собственно с чего мы наверное и начнем я слегка облегчу рисунок переведенный на бумагу уже чтобы лишний карандаш нам потом не мешал вы можете облегчить прям сильно я все-таки оставлю какие-то линии чтобы вы видели да что я рисую в каком месте и так далее итак первый этап с чего мы начнем мы закроем все каким-то цветом мы сделаем определенную подложку чтобы нам было легче приступить и легче начать рисовать повторяйте за мной и у вас все получится у нас в референсе в основном все ярко-красные предметы но подложку как правило под какие-то теплые краски я использую теплую подложку до под красный цвет крас желтый под какие-то холодные оттенки я использую холодную подложку кобальт сейчас такая двойная задача какие-то предметы я закрою холодной подложкой какие-то теплые начну с теплый я возьму кадмий желтый вы можете взять любую желтую или охру и начинаем прокрывать даже если вы отмечали зоны бликов все равно закрываем подложкой верхняя часть помады будет тоже закрыта теплой подложкой а нижняя часть будет закрыта холодной подложкой старайтесь чтобы ваша краска была очень прозрачная чтобы сейчас не было никаких плотных заливок мне в работе понадобится еще бумажное полотенце убирать какие-то капли и старайтесь на этом этапе чтобы не было границ в этой подложке то есть размываете все побольше водички поменьше пигмента и разгоняйте все по нашему объекту также старайтесь не выходить за границы нашего объекта чтобы очень аккуратненько было все прорисовано так переходим к этой череши черешинки и конфетка конфетка и конфетку тоже закроем прозрачной прозрачной такой подложкой желтого цвета на этом этапе мы еще не прорисовываем каких-либо бликов просто закрываем все чтобы нам было удобно работать стебелек обязательно дорисовываем и берем кобальт и прозрачным оттенком прорисовываем нижнюю часть нашей помады и также прорисуем сейчас наши брызги тоже очень прозрачным оттенком крышечку не забудем нижнюю часть можно тоже закрыть холодным цветом ничего страшного нам это нижняя часть крышечки не нужно чтобы она бросалась в глаза как-то ее сильно выделять и так прокрываем наши капельки только очень легким цветом почти что водой рисуем и размываем еще в конце такой объединяющий тон получается между несколькими объектами и еще добавит нам сочности в нашу иллюстрацию так с этой стороны тоже следим за контуром чтобы все было аккуратно рисовать брызги это такой очень графический прием я обязательно вас научу на курсе фактура рисовать их вот так здесь еще у нас есть брызги если на данном этапе будет смешиваться желтая и синяя краска ничего страшного главное чтобы они у вас были прозрачные чтобы не было никаких ярких пятен сейчас ненужных с этой стороны и ждем пока все это просохнет следующим этапом нам нужно уже проложить красный оттенок но тоже полупрозрачный я возьму перелен красный добавлю у него немножечко бордовый тоже краска с большим добавлением с большим количеством воды и начнем мы с дальних черешенок будем прокладывать общий какой-то тон средний но уже оставляя какие-то места бликов можно что-то размыть что-то сделать с границей на ваше усмотрение мы все равно это будем еще все корректировать не раз основная задача просто тоже проложить средний тон в который уже в дальнейшем мы будем вводить цвет напомню с большим количеством воды там где у нас блики можно немножко подразмыть и уже на этом этапе корректируем силуэт чтобы не было никаких приближайших контуров очень аккуратненько проходим дальше у нас яркая помада можно здесь уже оставлять тоже намеки на какие-то блики все равно все это будем корректировать сейчас важно чтобы силуэт был очень ровненький то же самое пройдем по тюльпанчику старайтесь мазок накладывать по форме то есть по общему движению нам нужен этот средний тон для того чтобы потом отталкиваться от него и прокрывать какие-то уже темные участки искать где-то собственную тень падающую тень можно плавненько сделать переход в ствол кое-где наметить в наших череночках то же самое ну легонечко совсем такой плавный переход также мы закрываем очень легко вот эти вот пятна красные которые у нас есть на нашей конфетки и вот на нашем преломлении формы можно оставлять уже на этом этапе какой-то блик повторюсь мы рисуем почти прозрачно при высыхании это должно стать вообще прозрачным почти что невидимым у нас техника такого послойного рисования которая позволит нам с каждым этапом все сильнее и сильнее прорабатывать каждую детальку тем самым набирать объем набирать цвет дальних полосочках может быть вообще не будет никаких бликов красные закрыли теперь давайте возьмем охристый оттенок и начнем прокладывать блестящий пластик или металл внутри помады будем работать такими прямыми линиями кое-где оставляя просветы линии должны быть прямыми также нужно взять кисточку с щетинкой подправить везде края потому что когда накладываешь такое пятно с большим количеством воды больше большая часть пигмента она скапливается у границ этого пятна и получается такая рамочка нам нужно от нее избавиться везде подкорректировать чтобы это рамочки не было работаем очень аккуратно деликатно смотрим на наш референс мы работаем самыми светлыми оттенками потом будем постепенно все утемняет уплотнять так давайте теперь возьмем индиго совсем светлый тоже оттенок и проложим тон нашего корпуса оставляйте здесь вот эту вот линию границы между двумя плоскостями в разных проекциях пускай она останется пока что и крышечку конечно же здесь такая же история оставляем линию уже на этом этапе между двумя плоскостями мы еще не разбираемся какая по тону плоскость светлее какая темнее верхнюю мы оставим не закрашенной в самом конце ее уже доделаем по тону к нашим боковым плоскостям и я возьму оливковую совсем совсем светлый оттенок смешаю даже может быть ее с с кадмием желтым и проложу очень аккуратненько везде где у меня есть зеленые оттенки тоже такой объемчик то есть с одной стороны я прокладываю с другой стороны я оставляю свет потом при вот таких пересечениях мне нужно будет решить обязательно что будет темнее что светлее по тону чтобы это выглядело все очень эффектно вот такой вот промежуточный этап следующим этапом мы уже будем все это уточнять прорисовывать и добавлять уже каких-то деталей на этом этапе начинается все самое интересное теперь мы будем прописывать и уплотнять каждый объект по отдельности мы начнем же конечно же с помады это наш центральный объект и начнем с красных оттенков я возьму перелен очень насыщенный цвет то есть я уже добавляю больше пигмента но все равно есть большое количество воды еще чтобы удобно это все располагалось на кисточке также я уже взяла потоньше кисточку и буду прорисовывать очевидно темные участки тоже используя вертикальные линии оставляя кое-где на этом этапе блики и вот очень аккуратненько следим за силуэтом чтобы он был красивый здесь у нас эта часть помады почти что вся будет в тени поэтому можно прокрыть ее полностью даже есть такие закругления до по форме потому что тоже цилиндрическая у нас форма и давайте верхнюю часть тоже такая яркая насыщенная помада можно немножко скорректировать эти блики вот такой тоже промежуточный этап который мы будем еще и еще утемнять можно здесь отметить сразу наши капельки очень деликатно тоненькой кисточкой дорисовать если где-то их нету пока что такой этап теперь мы берем охру добавляем немножечко в нее индиго можно добавить железная оксидную красную тоже такое достаточно темный оттенок получается главное смотрите чтобы вас грязь не получилось и начинаем самых крайних линий уточнять форму вот этой нашей блестящей пластиковой истории я почему-то думаю что это все-таки пластик не металл хотя может быть какой-нибудь тоненький металл смотрим здесь по референсу где у нас самые яркие участки тени мы потом проложим еще средний тон объединим это все потом еще будем уточнять такая рисуя такие композиции это очень очень многоэтапная работа важно следить за тем чтобы линии были прямые смотрим где у нас еще собственная тень до из-за что у нас эта форма вращения то как в цилиндре тень у нас будет располагаться по всей длине немножечко обобщим верхнюю часть немножечко уточним нижнюю часть горизонтальной линии у нас получается вся задняя часть она в тени я то что у меня было на кисточке смешаю немножко с комбальтом сейчас полностью все закрою может быть оставлю вот небольшой рефлекс тоже такой промежуточный этап который мы еще будем доделывать давайте будем уточнять дальше по силуэту да как у нас там красиво все это выстраивается если что-то потекло можно взять кисточку пожестче и поднять ненужную краску видимо у меня там не до конца все просохло эти этапы конечно лучше делать сейчас когда все высохнет так у нас самая большая контрастность по этим двум границам и плюс с этой стороны есть пятна характерные этой форме мы должны показать здесь тоже самое также на этом этапе можно немножечко подразмыть чтобы не было такой жесткой границы проложим здесь тоже область тени но обязательно ее подразмоем и с этой стороны тоже такая большая тень что здесь что здесь тоже ее проложим и подразмоем вот таким образом теперь мы подождем пока у нас это подсохнет и будем продолжать рисовать наш корпус помады мы можем пока сейчас порисовать крышку мы возьмем индиго смешаем ее немного с сажей газовой возьмем кисточку побольше потому что все таки плоскости здесь побольше и будем прокладывать начиная от дальней границы от дальней грани будем прокладывать тон то есть наша задача просто с каждым сейчас слоем добирать добирать тона чтобы эта крышечка становилась все темнее и темнее самый основной тон будет у трех границ то есть вот в этой ближайшей части к нам здесь будет самый большой контраст чем ниже тем будет меньше контраст он будет списываться чтобы у нас крышечка была и оставалась в перспективе чтобы она не выворачивалась да она конечно здесь станет тоже темнее со со слоями но мы это будем делать поэтапно бережно убирайте лишнюю воду не нужно давайте сделаем то же самое с основным корпусом в таком темном материале особого какую-то материальность не показать поэтому у нас будет нейтрально есть какой-либо фактуры просто объемно для того чтобы остальная фактура на фоне выглядела очень эффектно здесь продолжается вот этот блик светлый его также можно показать но при этом эта сторона она будет достаточно темная очень все аккуратненько деликатненько рисуем и так давайте теперь проложим в наших черешнях наших ягодах тоже такой тон я тоже возьму пока большую кисточку мягкую у меня вот этот остаток красного побольше пигмента ни с чем его с другим не смешиваю у меня здесь блик у этой черешники с этой стороны но я хочу сделать его поближе к центру поэтому у меня вот эта вот часть нижняя она будет прям сильно-сильно в тени мы очень аккуратно размываем рефлекс даже если у вас там нет это предмет летит в воздухе там нет никакого объекта другого от которой отражается какой-то светлый цвет все равно сделайте этот блик потому что за счет этого блика можно показать очень хорошо объем сейчас мы добавим сюда еще пигмента пока у нас бумага влажная продолжим дальше прокладывать темные какие-то участки смотрите чтобы ваши пятна были округлые чтобы они ложились у нас по форме остальное мы просто смочим ставим какие-то области блика пока у нас еще ягодка влажная бумажка влажная мы скорректируем рефлекс поднимем вот этой кисточкой методом вытирания поднимем красочку чтобы был такой мягкий мягкий рефлекс область света очень аккуратно чтобы у нас ничего лишнего если у вас бумажка хорошая то вполне возможно будет это сделать возьми кисточку поменьше и добавлю немножечко индиго наш красный получится такой темный фиолетовый и проложу темный участок тени собственной и видеть хорошо плавненько размывается если что-то мне опять куда-то затекло я сейчас возьму опять кисточку и буду поднимать снова краску когда мне все это подсохнет я пройдусь по контуру более темным оттенком чтобы проверить вообще все из замеса охры с индиго я возьму и проложу очень аккуратненько темный тон на черенке с одной стороны тем самым показа уже объем оставляя блики и темным тоном я конечно же хочу скорректировать дальнюю часть моей черешники чтобы она по форме была именно такая какая мне нужна и пока она у меня остается вот в таком вот недоделанном виде нам нужно сделать те же манипуляции с остальными пирол красный и начну тоже прокладывать темнее и 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 проложу какие-то темные участки. Так, не забываем про наши черенки, оставляем области бликов, смотрите, в области помады черенок должен почти что пропадать, нам не нужно там какого-то объема, черенок уходит на дальний план, поэтому мы его не будем особо прорисовывать. Так, что у нас остается? У нас остается тюльпан, также берем большую кисть и также будем прокладывать красно-розовый такой оттенок и корректировать эти пятна более жесткой кисточкой. Можно на этом этапе уже показывать какие-то прожилки. После того, как подсохнет слегка, можно уже проложить больше темных прожилок. В момент основания нужно проложить нам яркий желтый оттенок, потому что он там есть, пускай он сливается, переходит непосредственно в ствол, который мы сразу тоже сейчас дополним. Вот таким образом. И, конечно же, про низ ствола тоже не забываем. Берем оливку более насыщенную и очень аккуратно смотрим за силуэтом. Чем ближе к низу, тем больше этот ствол размывается, то есть более светлым становится. Окончание, конечно же, не забываем, что у нас там срез, мы его прорисовываем обязательно. Так, пузик сейчас пока подсыхает немножко, мы скорректируем все эти пятна, чтобы все ровненько было. И возьмем сейчас индиго красную, сделаем такой насыщенный фиолетовый цвет с большим количеством пигмента, будем рисовать тоненькой кисточкой. Тоненькие прожилочки, стараться рисовать по форме. Они немножечко будут у нас размываться, но тем самым у нас покажется вот та самая фактура тюльпана, которая нам нужна. Где подсохла, там вообще очень тоненько надо рисовать. Мы все равно еще будем прокладывать следующие слои, но это сейчас самое важное, так сказать. Попробуйте поштриховать отдельно, если у вас сразу не получается. Где-то там снизу есть вот эта вот тень, мы ее можем тоже сейчас обозначить. Да, уже такой насыщенный тон. Надо задний листик еще проложить тоном, не хватает. Последующие этапы мы будем все это списывать, добирать объем, чтобы цветочек наш был похож на цветочек. Такой вот промежуточный этап. Можно еще конфетку тоже обозначить. Вот здесь просто мы берем красные, алые, да, допустим, и начинаем прокладывать по тону боковушки вот эти, те самые наши сглаженные. И, конечно же, ближе к центру там будет понасыщеннее этот узор, потому что конфетка, она как бы немножечко вдавлена. И между этими оттенками надо взять какой-нибудь кобальт, совсем прозрачный, очень прозрачный оттенок. И тоже прокладываем какую-то тень, которую, возможно, мы здесь видим. На этом этапе мне не хватает еще конкретики в крышечке, чтобы отделился от воды. Нам нужно привести такую тоненькую линию, тем самым мы отделим. Она сейчас посветлеет. Итак, следующий этап еще сильнее все это утемнить, проложить еще более глубокий тон. Мы начнем опять с помады. Я возьму уже достаточно большое количество пигмента, очень маленькое количество воды, такая густая красочка. И начну прокладывать очевидные места, где есть у меня тень. Как правило, у меня свет будет спереди, и все дальние самые части, они у нас будут в тени. И я вот таким образом набираю оттеночек. Потом возьмем красный посветлее и зададим какой-то переходной тон. Потом это все подсохнет, и я посмотрю, возможно, нужно будет еще один слой проложить. То есть сейчас красочка подсохнет, и будем уже делать выводы. Красным я продолжу здесь работу. Какие-то лишние блики с предыдущих этапов я списываю. Вот такая вот насыщенная у нас получается помада. И нам надо потона, и вот здесь лишний блик, очевидно. Совсем белые блики мы потом проставим акварелькой. Теперь нам надо потону подогнать все остальное к нашей помаде. Я беру оксид железа красного, смешиваю с охрой. У меня получается такой достаточно темный оттенок, и я буду тоже сейчас прокладывать темные места в очередной раз, утемняя, затемняя наш объект. Самые темные, самые темные оттенки мы поставим в самом конце. Чем меньше у нас по площади темное пятно, тем позже мы его ставим в работе. Оксид железа красного я смешаю с кадмием желтым. Получится такой интересный оттенок. Я вот сюда вот его тоже проставлю. И более прозрачной версии я пройду еще по бликам на передней части. Вот что у нас получается. И давайте мы продолжим. Где у нас самые темные отношения? Это на границах. Здесь. Конечно же мы это в первую очередь будем проставлять. И все равно аккуратненько размывать. Потом мы еще добавим тона. Так, я забыла на крышечке указать металлическую часть. И я это сразу проложу сейчас такими легкими движениями. Оставляя какие-то блики, делаю я это по диагонали, по дуге. И по сути придумываю из головы, потому что у нас нету референса. Вот пока так, потом еще утемню. Так, возьмем кисточку побольше и конечно же будем прокладывать корпус нашей помады. Я беру опять индиго. опять сажу газовую. И начну прям серьезно вот так вот прокладывать боковиночку. буду делать это по диагонали, чтобы тоже показать какие-то условно блики. К низу буду размывать. Да и блик, наверное, это тоже размою, потому что режет нашу форму. Нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы форма оставалась понятной. И проложу вот этот уголочек таким достаточно ярким оттенком. Вот как идет, да, у нас блик. Так нам надо его и оставить. Постараться. А дальше уже буду прокладывать индиго темным и сажи газовый. Ну вот такая уже насыщенная, насыщенная у нас получается помада. Центральную часть мы еще дотянем по тону с этой стороны. Можно, конечно, сразу проложить, потому что слишком выбивается в глаза. Я возьму коричневый с кобальтом и проложу такие вот мазочки вертикальные. Затемню, да, чтобы она не лезла вперед, эта часть. И давайте с крышечкой сделаем такие же манипуляции. Тоже так проложим, начиная от дальней части. И возьмем кобальт и начнем прокладывать в крышечке такие пятна объемные, не доходя до границы. То есть прокладывать пятна фактурные, потому что на крышечку больше всего света, но она при этом немножечко объемная. Там, конечно, есть какая-то надпись, я ее делать не буду. Следующим тоном я еще затемню дальний угол, чтобы туда опустился он, чтобы не выворачивалось по плоскости. Сейчас еще низ проложу по тону. Итак, давайте опять возьмемся за наши черешинки. И сначала я смочу центр и буду прокладывать туда насыщенный пигмент, чтобы наша ягодка получила красивый такой пигмент. Насыщенный как помада. Возьму кисточку более упругую, чтобы лучше контролировать то, что у меня получается. Из-за того, что смочили бумага влажная, нам нужно на кисточке иметь почти что один пигмент. Я сейчас и буду прокладывать его в темную совсем часть. Потом я помою кисточку и начну гонять этот пигмент туда, куда мне нужно. Вот тем самым мы проложили тон. Мы еще утемнили нашу вишенку. Когда подсохнет, я внутреннюю часть, где крепится черенок, я ее еще утемню. Хочется пока еще сюда яркого красного оттенка проложить, чтобы они между собой вот так вот сочетались. Плюс я оставляю кое-где место под блик. Но это можно прямо смыть. Блик мы все равно поставим потом отдельно. Можно, конечно, блик вымывать на каждом этапе. Или можно потом уже запомнить место и проставить этот блик. Хочется добавить еще на дальний план немножко ярких оттенков, чтобы наша черешенка-вишенка стала сочная. Так, у нас там еще капелька есть, я ее обозначу. Возьму прозрачный оттенок красного и проложу еще на дальний план. То есть вот она уже приобрела такую же насыщенность, как помада, стала такая же яркая. Сделаем это тоже самое с двумя другими. А потом нарисуем у них черенки. Тоже яркая такая ягодка получается. Сохраняем наш рефлекс. Поднимаем лишний пигмент. И со второй вишенкой у нее самое темное место будет падающая тень от соседней. Не забываем про яркий пигмент. Вот такие вот они насыщенные уже получаются. Но им все равно еще нужен объемчик. Нужно больше показать рефлексов. Пока это возможно, можно вымыть и у нижней рефлекс, и у верхних тоже самое. Вы уже большие молодцы, проделали большой этап. Рано сдаваться, надо действовать дальше. Давайте мы возьмем оливковую и пропишем наши черенки тоном. Оставляя только светлые места на каких-то сгибах, где форма преломляется. Возьмем в оливковую, немножечко добавим индивиум. Затемнем оливковую, чтобы проложить тень. Ставлю палец часто и попадаю в краску. Поэтому где-то у меня есть пятна ненужные. Их можно просто поднять. Если я влезла куда-то в краску, мы просто поднимаем и не паримся по поводу этого. Так, здесь у меня подсохло. Можно взять тоже темный тон и проложить вот эту лунку, которая у нас есть около черенка. Можно взять еще лисировками, прокрыть по форме тоже. Где-то какое-то есть пятно, как тень от колпачка соседнего. Так, в наших верхних тоже можно найти такие пятна, но это нужно делать уже по сухому. Так, если высохло, можно положить руку, провести очень тонкую линию по контуру, которая добавит сочности. Поищем здесь какие-то линии по форме красивые. Все эти линии, они добавят нам просто узора, так сказать. Только с ними не надо перебарщивать. Корректируем кое-где силуэт. Уже на высохшей бумаге, потому что если будет мокрая, все просто растечется. Этими линиями мы как будто бы лепим объем. Да, мы часть прокладывали по мокрому, часть можно вот по сухому, чтобы получилась такая интересная история с узором. Кое-где мне хочется прям темным-темным подчеркнуть силуэт. Все-таки это у нас иллюстрация, мы имеем право так делать. Здесь можно искусственно тоже создать углубление. Две ягодки можно даже не прописывать, они как бы сливаются. Подкорректирую пятнышко здесь. Ну что, нам нужно дальше рисовать конфетку и тюльпанчик, чтобы уже был какой-то результат. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы прокладываем водой ближайший к нам листик. И будем вводить насыщенный цвет почти что одним пигментом. Опять-таки гоняя его по форме так, чтобы нам нужно было показать объем. Смотрите, чтобы у вас не было лужи. Берем насыщенный цвет, красный. Я сейчас буду по краю вводить этот насыщенный цвет. Потом в центре у нас такой темный бордовый есть место прожилок, да? Мне надо показать этот объем. Можно пустить линию по контуру темную. Она так спишется с красным, даст такой эффект интересный. Так, теперь мы возьмем и по сухому пропишем в ближайших лепестках тоже какие-то оттенки. Следите за контуром. И оливковый мы обозначим. Можно даже какую-то фуктурку здесь нарисовать такими движениями, как штриховку. И начать рисовать какой-то объем, да? То есть мы делать будем это штриховкой. Если нам что-то нужно обобщить, мы это закрываем полупрозрачной краской. Здесь тоже нам нужно показать цвет. Я буду штриховать. Кое-где оставлять блики. Ближе к границе я буду использовать более темный зеленый цвет. Потом у меня колпачок вот этот будет с этой стороны. Он будет светлее по тону. А стебель будет уходить на задний план, будет темнее. И дальше. Почему штрихую? Потому что ствол имеет тоже такой цилиндрический, цилиндрическую форму. И как мы здесь накладывали вертикальные штрихи, чтобы показать блики. То же самое можно показать в растении, да, в стволе. Потом взять какой-то более прозрачный оттенок оливкового и закрыть. Что-то смягчить. Но в то же время у нас какой-то объем, он уже появился. какой-то тон. Можно усилить, добавить немножечко индиго в зеленую. И усилить вот эти вот места, где есть тень. чтобы наш стебелек, он немножечко закрутился. И хочется здесь тоже его больше затемнить, чтобы он сел так в глубину, не выделялся особо. Так же, как и здесь. Так, возьмем нашу кисточку с твердой щетиной, да, и мягенько сделаем кое-какие блики. Где-то здесь у нас. Можно даже по форме, вот как они идут. Хочу здесь соединить наш ствол, сделать более контрастным. Давайте порисуем конфетку. У нас тут уже намешан темный оттенок. Итак, мы начинаем еще утемнять. И внутри прозрачной красочкой мы еще раз пройдемся по нашим линиям, чтобы их еще туда посадить. Добавим тона. Уже в самом конце сделаем очень объемную сердцевинку, более темную. Итак, что нам нужно дальше делать? Еще утемнять. К сожалению, вот такие вот этапы, от них никуда не деться. И иногда может казаться, что еще дальше непонятно. Но мы берем и еще доделываем. Я сейчас взяла оксид железа красную, смешала с индиго. У меня получился такой темный оттенок. И я буду проставлять такие достаточно темные пятна, где они у меня есть в помаде. Может быть, это не пятна, это будут линии такие конкретные, да? То есть я буду утемнять вот эту историю, чтобы еще добавить объема. Чтобы добавить объема, добавить каких-то контрастов, да? Уже вот видите, как она вылезает на передний план. Материальность эта с бликами. Будем проставлять пятна, да, там, где они у нас есть. Таких пятен не должно быть очень много. Хочется еще в красном оттенке показать еще один объемчик. Когда вы нарисуете большое количество различных фактур, допустим, пройдя, да, мой курс по акварельным фактурам, то вы научитесь видеть вот эти вот места, где еще есть объем, да, там будет много об этом речи. Вы будете знать, где прокладывать еще дополнительный тон, а где этого делать не надо. Так, сейчас мы уже просто подходим, ну, не к финишу, но уже на такой завершающий этап. Мы будем сейчас вот прокладывать прожилочки, да? Чтобы у нас здесь был объемчик, мы будем это показывать. Не хватает у нас тут вот пятна объемного, куда-то оно у нас делось, который формирует нам лепесток. Прокладываем насыщенные цвета там, где это нужно. То есть такой вот у нас уже тюльпан, пока что без ярких бликов, но такой достаточно фактурный. И давайте на этом этапе мы кобальтом порисуем еще наши брызги. Я сейчас буду идти по контуру с достаточно таким прозрачным оттенком. Кое-где, переходя в одну линию, прорисовывая какие-то пузырики, кое-где у меня будет линия эта расширяться на две. Пока что достаточно просто будем рисовать, без всяких подробностей по формированию капель. Давайте еще проложим более темный тон на крышечке сверху. Какие-то пятна здесь поставим. Посадить туда эту крышку. Я бы еще закрыла в очередной раз вот это вот пространство, но все-таки слишком яркое, слишком блестящее. Прям лезет наружу, нам этого не нужно. Можно здесь. Так, проложим еще полосочку тона темного в корпусе. Вы сейчас на этом этапе должны прям бегать глазами, смотреть, что еще где добавить, что еще дорисовать, где проложить тона, чтобы получилось именно так, как вам нужно. Проложим чуть-чуть тона в конфетки. Даже можно взять потемнее. Мне не хватает все-таки еще тона в крышке. Я еще доберу тона, то есть я возьму еще сажу индиго и вот эту вот ближайшую к нам поверхность и еще раз закрою. Где еще не хватает тона? Конечно же в наших черешенков. Я сейчас возьму и быстренько проложу еще раз там тон. Не хватает пыта. кое-где объем еще объем черенки может быть такой вот переходящий ну что теперь подождем пока все это высохнет и возьмем белую акварель и проставим акценты и так наша основная задача теперь сделать яркие блики мы берем кроющую акварель у меня рембрандт и нам нужно именно кроющая непрозрачная она бывает двух видов я выдавливаю немножечко разбавляю водичкой кисточкой супругим тонким кончиком я буду проставлять сейчас самые очевидные блики допустим вот здесь вот по краю помады так потом блик яркий который уходит сюда по вертикали блик яркий который здесь у нас на металлической поверхности так потом блик который сюда уходит вниз яркий такой и блики по диагонали акцент на можно сделать таким образом если они получаются недостаточно яркие значит надо меньше разбавлять водой так теперь давайте в черешниках посмотрим здесь какие то есть очевидные блики их так очень легко проставим можно даже плоскостью так на самое большое наши черешенки тоже здесь можно прям поактивничать они же такие блестящие смотрим что мы можем мы можем здесь каким-то образом поставить блик но здесь совсем мало будет потому что все таки эта поверхность не такая блестящая как все остальные можем проставить здесь на конфетке блик блики на капельках можно проставить так ну что наша композиция готова вот такая вот она получилась яркая сочная Я надеюсь, что у всех получился достойный результат. Обязательно выкладывайте, показывайте. Условия конкурса будут написаны под этим видео. Нужно выполнить их все, чтобы участвовать в розыгрыше и получить свой подарок. Я желаю всем удачи и до скорых встреч!